Тебе надоели пакетные туры? Хочешь чего-то большего? Соверши увлекательное путешествие в рамках круиз-конференции «Сокрытое прошлое Египта», которое пройдет с 21 по 31 марта 2019 года. В компании исследователей ты своими глазами увидишь, как снимают документальный фильм, посвященный древней истории Египта. Посетишь 9 удивительных городов и узнаешь Египет с другой стороны. Ссылка на конференцию в описании под этим видео. Всем огромный привет! Вы на канале Вечное Лето. Всем привет! И сегодня мы вам покажем Бали вечером. Мы живем в районе Кута. И здесь очень весело. Да, очень весело. Здесь очень Кута. Да, на Куте-Кута. И сейчас у нас время 10 минут 9, и мы идем в Туси. У нас здесь много ресторанчиков с морепродуктами. Есть лангусты, крабы, креветочки всякие разные. Вот, смотрите, все свежее в таких аквариумах. Ну, в Таиланде тоже такая тема есть, поэтому нас это не особо удивляет. А цены не низкие у нас. Я бы даже сказала высокие. Но и заведения прикольные. Смотри. Тротуары вроде бы есть, но они недостаточно широкие, чтобы, например, разошлись 3 человека. Поэтому кому-то из трех придется сходить на дорогу. Кута днем и Кута ночью. Это абсолютно два разных города. Здесь все загорается огнями и становится совершенно все по-другому. Вообще, в чем преимущество района Кута, еще в том, что он близко к аэропорту. Вы прилетаете, садитесь на такси, 10-15 минут, и вы в отеле. Это очень удобно. За такси с аэропорта мы отдали 1000 рублей или 200 тысяч рублей. У нас здесь еще под боком такое заведение, где всякие десерты умопомрачительные. Плечи со сливками, вафельки с джемом. Вот такие огромные чашки мороженого на целую компанию. Битые сливки, фрукты. В общем, кайф. Вот, смотрите, я иду на Бали, мне не страшно. Ничто не хочет меня убить. По крайней мере, никто об этом не говорит. И мы направляемся в сторону Тусовочной улицы. Да, Коснов, не самая Тусовочная улица. Ну, как бы у нас немного Тусовочная улица, но дальше будет вообще отрыв мозга. Там прям тусят все конкретно. Мы когда приехали, в первый вечер, в 10 часов, в 11-м, пошли искать еду по нашей улице, и все было уже закрыто. И я такая подумала, фу, это вот так вот Бали тусит, в 10 часов спатеньки ложатся в детский сад после Паттайи. Но потом, на следующий вечер, мы пошли на Тусовочную улицу, и вот там реально отрыв. И я даже не знаю, мы до двух там тусили, и никто не собирался расходиться. Мы там прошли практически все бары, но не снимали. Так чисто с ребятами отдыхали, пили всякие напитки, пробовали кальян. Кальян, кстати, здесь добротный. Правда, нам угольки не меняли, но вот целый мы прокурили, все нормально, не горчил, никто не кашлял. Так что кальяны здесь делают хорошие. Стоит он что-то по 3 долларов, что-то? 70 тысяч. 70 тысяч рупий. То есть, ну, это нормальная цена. Наверное, как в Турции цена. Может быть. Дешевле только в Турции. Что еще по ценам? Морепродукты здесь дороже, чем мясо. Свинина недорогая, курица недорогая. Массаж стоит 50 тысяч рупий. Это примерно 250 рублей. И это дешевле, чем в Таиланде. Но знаете, что-то здесь дороже, чем в Таиланде. Что-то дешевле. Поэтому, в сущности, мне кажется, отдых по деньгам то на то и выйдет. На каждой улице, через каждые метров 300 вам будут предлагать грибы, марьюанна и гашиш. Постоянно. Либо все вместе предлагают, либо по очереди. И тут есть парни, которые предлагают даже более серьезные вещи. Но вы не берите. Света, марьюанна и гашиш одно и то же. Да? Да. Что, правда? А, и этот как его? Хероин? Не гашиш? Нет. Здесь проходит какое-то религиозное действие. Что это, я не знаю. Я далека от всех этих дел. Стучат в какие-то барабаны. Сидят в круге. Это все, что я могу сказать. Вот они, кстати, любят носить груз на голове. У них это здесь принято. Уже не раз мы встречали женщины, которые носят что-то на голове. Здесь есть же мужчины. Но есть руки еще. Наверное, так не нагружается в финале. Хотя, не знаю. Мы были в этом баре. И он офигенный. Его можно смело рекомендовать. А тут рок-музыка играет. Поначалу запись, а потом живое исполнение. Там клевые диванчики, на которых можно посидеть на втором этаже. Дальше бесплатный бильярд. Берете пиво, сидите, играете. Причем цены достаточно демократичные. Кстати, я перепутала. Живая музыка не тут была. Я просто была под шофей. Ну да. Ну, в общем, просто заведение, где можно посидеть. Но это чисто так. Посиделка без всего остального. Там достаточно тихо, можно пообщаться. Вообще, вся туса начинается где-то в 10 вечера. На пляже мы были. Не было там фаер-шоу. Ну, может, мы поздно были. Мы были уже в первом часу. Просто в темноте. Люди сидят кучками. Не знаю, что они там делают. Догады. Вот такие красивые заведения здесь есть. Где люди сидят, отдыхают, едят. Отдел с морепродуктами. Еще одно заведение. И вот начинается туса. Громкая музыка из этого заведения. Это у нас Badis Pub. Но пока народу нет. Сейчас еще никто не тусит. Потому что, когда мы были здесь в прошлый раз, уже около 12 ночи, здесь просто все танцевали. Время половина девятого. Бары уже работают. Но людей пока нет. Еще рано. Наверное, часов в 10-11 все подтянутся для тусовки. Вот это клуб SkyGarden. Там, говорят, офигенные дискотеки, но мы еще не заходили. Вот здесь уже больше движника. Раздают всякие флайеры, которые дают право получить второй коктейль в подарок. А мы тут пили коктейли. Один берешь, второй в подарок. Но, по-моему, они показались какой-то урезанной версией обычных хороших коктейлей. Лучше, по-моему, купить за полную стоимость, а один нормальный. В основном заведения открытые. Тусуют здесь либо на балкончике, либо вот такими столиками с видом на дорогу. Ну, не скажи, что здесь прямо вот пляски латиноамериканские. Ну, кто-то пританцовывает, кто-то выпивает. Ну, в общем, весело. Опа! Вау! Смотри! Мы застали момент, когда отключили свет. Ну, я не отключили свет. Все заведения, кроме освещения улицы, ничего не работает, музыка вырубилась вся. И никакой тус и джус, и люди сидят в темноте. Не знаю, часто ли у них такое, но это странно. Да. Вот это нам повезло застать. А прикинь, если бы мы сейчас вышли на эту улицу и сказали, темень какая-то, пошли отсюда. Да-да. Обычно в фильмах про бандитов выключают сигнализацию, чтобы ограбить какое-то заведение. Так что я настороже. Смотрю в оба глаза. Света, шериф. Все, дали свет. Уже украли. Ну вот, пошли снимать тусовку. Ничего нет, даже музыки. Люди сидят со свечками. Веселуха! Тусим! Да! Темнота тут молодежи, темноте не видно. Ничего. Что странно, вырубила ту часть, здесь все работает, горит, но музыки все равно нет. Может это комендантский час? Нет, все равно же не было. Все, время спокойной ночи, пора домой. Посмотрите, какие здесь шикарные заведения. Высокие, такие красивые, все стильные. Есть старбакс, макдоналд, кейс-ди, бургер кинг, все здесь есть. Мне кажется, здесь так много европейцев и все для них, все условия. Мы прошли что-то дальше, здесь уже везде есть электричество, играет громко музыка. Света хочет что-нибудь перекусить сейчас. Как всегда, Света хочет есть. Хотим что-нибудь легкое перекусить. Не так, чтобы это было дорого и при этом вкусно. Есть что? Ну, пицца 75, это в принципе нормальная цена. Дальше чаи какие-то. А вот, Селман жареный, 70 тысяч. Я бы взяла. Я вообще всегда хотела посидеть вот тут такой барной стойкой с видом на дорогу. Я всегда смотрела на этих людей и думала, блин, так круто они сидят. Смотрят на прохожих, потягивают напитки. Мы взяли свежевыжатые апельсиновые соки. Они здесь очень вкусные, из местных апельсинов. Без добавления сахара, сверху пенка со льдом. Вот все как надо. Показали еще по салату и том-яу. Вообще неожиданно. Соскучились что-то по Таиланду, по том-яу. Попробуем, как готовят традиционный тайский суп на Бали. О боже, боже. Какая... О бастер. Что, света там нет на тусочной улице? Хоть поедим. Нам принесли еду. И чисто случайно мы зашли в это кафе. И стало открытием здешние цены. Выбор еды. Хорошая еда. Много классных блюд. И порции. Огромные. По крайней мере, салат. Ну, том-ям тоже хорошая порция. Там том-ям с грибами. Йок-макарек. Вы с какой луны свалились? А у них здесь все с грибами. Ааа, смешно. Может, это веселые грибы тебе положили? А что, так как в Таиланде? Very, very, very spicy. Один перец. Ааа, Саша, это по двоей части. У меня греческий салат. Вот так он выглядит с сыром. А у Саши салат с лососем. Здесь такие вкусные апельсиновые соки, что я просто вытел целый стакан и не хотел останавливаться. Наверное, придется вам сказать еще стаканчик. Как тебе рыба? Салаты очень вкусные. Я даже не знаю, чей салат круче. Наверное, твой завтра у тебя. И сыр, и лосось. И где он запихали? У меня только сыр. Но много. Поэтому салаты объедения. А соль мега-мон. Танец правее. Я знаю, многие вы ждали. Да, наверное, тэн-тэн-тэн. Когда вы смотрите Танец правее, какую песню вы представляете? Я в смысле иногда тэн-тэн-кором выставляю подать. Просто подари мне один только взгляд И волшебный свой поцелуй подари Саша любит острое. Посмотрим, как ему этот супец. Вау! Вот это острота. Наверное, нам будет предупредить. Да. За том ям похоже. Но с грибами я еще не ел. Покажи, что там еще. Ну, помидоры. Что еще? Морепродукты, креветки. Так. И похоже, все. Кстати, лемонграссы я не наблюдаю, потому что в Таиланде, знаете, они в том ям накидают столько травы лемонграсса, что бой на тарелке. Это просто трава, которую есть нельзя. Здесь же, я не наблюдаю такой картины, бульон такой же хорошо наваристый, и при этом нет вот этой травы. Здесь реальная еда. И креветки большие. Да, кстати, очень хорошие. Ну-ка, попробуй креветочку. Скажи, так же они хорошо делают? Горяченькая. Вкусненькая. Сейчас наши зрители побегут в холодильнику. Я, когда монтирую, всегда бегаю. Креветки свежие, вкусные. Ну, креветка со вкусом сухо. По-другому это. Но мясо креветки хорошее. Креветку сложно испортить, потому что креветка есть креветка. Хорошо сказал, как отрезал. В общем, будем наслаждаться нашим ужином и смотреть на прохожих. Я сейчас ем этот суп, и понимаю, что завтра мой пукан будет просто взрываться. Дракон перелетит, а будет просто взрыв. Будет терепствовать. Я взлечу с кровати просто сотрясаю. Хороший будет подъем, даже бутырик не нужен. Как ты можешь так без комплексов говорить на такие темы? Ну, тут одеваться так и есть. Кто пробовал острые супы такие, то поймет, о чем я говорю. Еще хотела сказать, что здесь вот вкусные салаты, и они без майонеза. Везде на Бали, куда бы мы ни зашли, взяли салаты, все с майонезом. Мы даже говорили однажды, без майонеза, но было вообще невкусно. А здесь вкусно и без майонеза. Там какой-то соевый соус. Клевый. Пудильник не нужен, значит? Нет, ну есть можно. Мне нравится вкусно, но очень остро. Как бы это уже край, пределка. Острее, чем острый бургер? Нет. А по шкале от 1 до 10, какой уровень остроты? Ну вот, я думаю, 7, даже 6-7. То есть острый, но не смертельный, есть можно. Вот, я чувствую. На Бали проснулся пулкан. По новостям первого канала пулкан проснулся, а не эти на Бали. Саш, вопрос главной жизни. Том-Ям или Том-Ка? Да они разные, что сравниваешь? Там кокоса, молоке, здесь осум и сон. Все равно. Ну то есть, так и так, если я вкусно приготовлю, обувь вкусно. А я за Том-Ка. Хорошо. Сейчас мы смотрим, как люди будут всплывать в небеса на этом шаре. Мы как зеваки, знаете, стоим такие, что там, что там, что там будет. Я не хочу, я боюсь. Эта штука рассчитана на троих человек. Сейчас посмотрим, как они будут взлетать в небеса. Так, обратная сетка. Фигеть просто. Ооо, вот эта веревочка. Это как резинка, рогатка что ли. Туда сюда их мотает, еще и крутит. Вверх ногами. Вот такие цены на этот аттракцион. Если вас двое, то по 350 тысяч рупий за человека. Если вас трое, то есть вы занимаете весь шар по 300 тысяч. Это примерно 1500 рублей. Не примерно, а точно. 1500 рублей человек, если вас трое. Время почти 10 часов. Показываю вам, что происходит в это время на улице. Как видите, народ постепенно прибавляется. В ресторанах и барах уже больше народу. Уже пускает дым. Это значит, заведение зажигается. Я сейчас покажу, как предлагают здесь париванну. Мы мимо проходили, я процент заметил. Так, париванну, париванну, париванну. Париванну. Он уже не знает, кому ее продать. А еще прикол. Здесь ночные клубы достаточно большие. И они поставили табличку. Типа контроль, золотовая дорожка. Клубе здесь делает. Он пустой. Но он не стоит влать контроль. Дима, ты серьезно? Я не прошу. Здесь вообще можно найти места, где потусить, посидеть, потанцевать, потушить музыку. Много заведений. Но не сказать, что прям, знаете, бесконечные улицы, тусы. А, меньше, чем, мне кажется, на Вокинг-стрит в Паттайе, да? Намного меньше. Намного, да. Ну, поменьше, но атмосфера отдыха и праздника здесь все-таки чувствуется. Она здесь есть. Но нет никакого распрата, никакой пошлости. Вот, в основном, только Мария Ивановна предлагает, и все. Уже у нас 10 минут 11-го. На улице не страшно, мы спокойно гуляем, чувствуем себя в безопасности, можно так сказать. То есть, никто тебя здесь вообще не трогает и не достает. Можно утверждать, что на Бали не опасно. Сейчас мы направляемся на пляж, хотим посмотреть, что там происходит, тусит ли народ на пляже, есть ли там вообще фэр-шоу или какие-нибудь шоу, или что там вообще происходит. Несмотря на то, что на улице, ну, уже поздно, да, 11-й час, тушно, очень влажно. Что там происходит? One by one. One by one. О, вот. Ну, все, теперь мы с тобой на Бали. Да, точно. 250 рублей за шикарную шляпу. Нормально. Вот взяла бы, если бы у нас хотя бы был один чемодан, чтобы в руке ее довести, потому что в чемодане она превратится в крошеные чипсы. Знаешь, бывает, вдруг оберешься и почти чипсов у него хорошие, цельные, а у тебя одна пыль несправедливо. Мы вышли на пляж и вау, я прям не знаю, куда смотреть, сколько фаер-шоу. В общем, я не знаю, то ли в этом районе нет фаер-шоу, то и в принципе нет. Что странно, такой большой, красивый, шикарный пляж, свежий морской бриз, а кафе на море нет. Почему здесь нет кафешек на море, как на Кочанге? Там же круто, все деревья подсвечиваются, фонарики, фонарики-медузы, дискотека, живые выступления прямо на море. Почему тут так не замутить? Здесь же все для этого создано. Было бы круто, фаер-шоу, все бы гуляли тут, ходили в кафе, пили неограниченное количество коктейлей. Нет, тут темнота, вообще ничего не подвечивается. Что вижу я и что видите вы, это, конечно, небо и земля. Давайте, включайте воображение. Я одна не вытяну, фотоаппарат не вытянет. Желтый песок, смешанный с черным, белоснежные гребни волны, свежесть, самолеты, прилетающие, улетающие вдалеке, черное небо с белыми, пышными облаками. вот что вижу я. А вы видите просто черноту. Все, побыли мы на море, ну, если быть точнее, то на Индийском океане, здесь, кстати, океан. Ничего там интересного нету, ничего веселого. Сидеть, смотреть черноту, и я не готова, я еще не приняла грибы, чтобы я это обставляла. Поэтому идем домой. Счет в кафе насколько вышел? А я забыл, 285, по-моему. 285 тысяч. Я все забываю эту валюту, хочу сказать гриб. Рубий. Рубий. Вот всегда забываю. 285 тысяч рублей. Было все вкусно, хорошее заведение. Точку оставят на нашу карту и в описании под этим видео. А у нас на этом все. Большое спасибо, что посмотрели это видео, были на канале Вечное Лето. Если выпуск вам понравился, если он вводил вам настроение, оказался информативным, то ставьте лайки, пишите добрые комментарии, заходите в нашу группу, в ВКонтакте нашим в Инстаграм. Мы в следующих выпусках вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока. Пока.